здравствуйте сегодня мы с вами рассмотрим фильтр японского производства но с немецким названием bosch bosch z2 как видите здесь логотип теперь ставится этот фильтр на многочисленные модели всякие спортивные заряженные типа mazda rx 7 цивики там то есть subaru какие-то заряжены заряженные заряжены вам crx есть то есть обычный здесь перечисленные фишки этого фильтра но как видите на английском что интересно made in japan сделан японии якобы этот фильтр должен проверим потом должен быть сделан вообще не большим а викам викам c304 по моему вот так то есть это его замена что хочу сказать здесь вот есть такая вот наклеечка где написано высококачественный масляный фильтр bosch тип р фильтрующий элемент создан из микроволоконной бумаги пропитанной фенольной смолой обеспечивает высокую грязи емкость фильтра и в одно время или там ну что то что то тут затерто низкое гидравлическое сопротивление используется уплотнители из резины специального состава которая обладает устойчивостью к агрессивным моторным маслом и гарантирует стопроцентную плотность соединения абсолютная герметичность корпуса так за счет применения специальных улучшенных компонентов фильтрующего элемента срок эксплуатации bosch тип r в два раза превышает срок эксплуатации обычного фильтра рекомендации по замене 10 тысяч километров стандартная эксплуатация 6000 километров спортивный режим вот видите как интересно ну дальше инструкция и указан значит сибуя япония производитель bosch сибуя японии вот то есть фенольной смолой пропитан фильтрующий материал интересный этот фильм фенольная смола она для меня не вредно что тут еще ну все в принципе больше тут ничего интересного нет уже все интересное рассказываю фильтр у нас горловина его закрывалась вот такой мембраны но вот джесса сакаш так отвердая не просто пленочка на мембрану вот закрывается он от пыли стружки там и так далее вот такой корпус ярко-красный bosch made in japan сделано в японии честно говоря о том что он сделан в японии что внутри видим внутри мы не видим ничего абсолютно плохого ржи нет краски нет все отлично чистенько аккуратненько сам фильтр как видите маленький фильтрующая катушка фильтрующая катушка невысокая вам ничего не напоминает фильтрующий материал красного цвета как раз вики у нас были с таким фильтрующим материалом красного цвета может быть действительно не божь делает а век здесь мы видим значит партию еще материал на изгиб не рвется он такой твердый не сказать что складки толстый конечно они тонкие но сам материал такой твердый есть волокна есть вот часто уложенный материал нет никаких вам пожалуйста излишков герметика каких-то неаккуратности ничего этого нет все отлично внутри внутри у нас залито аккуратненько герметиком аккуратненько ну вроде бы на аккуратненько фильтрующий материал сильно не затронут перепускной клапан тоже сильно не затронут перепускной клапан одной дырой действительно мне напоминает век перепускной клапан одной дырой на нажатии она такая тверденько как тяжеленькая тяжеленький клапан до начинаю заговориться в принципе прекрасно катушка фильтрующий все отлично противодренажный клапан вот молодцы противодренажный клапан легкий лепесток силиконовый сразу принимают форму на пятерку отличный противодренажный клапан будет перекрываться дренажное отверстие видите он перекрывает на ура никаких щелей нет все отлично отлично что касается нарезки резьбы вот просто красавец просто красавец вот тут у меня стружка или это заусенец ли был в общем резьба нарезана чисто видите да здесь я не знаю был заусенец все таки или что да заусенец а вот мы их поймали брак был заусенец такой небольшая стружка такая заусенец металла вот она видите все отвалился так ярко выраженных с торца нет 8 дренажных отверстий резьба нарезана чисто был заусенец он отвалился видимо конец резьбы было да ну как это считать криминалом можно считать принципе или не считать не знаю сами решайте прижимаю резинках круглого сечения в пазу своем ходит она не смазана вот этот белесый налет не подумайте это не смазка не так там какой-то этот что-то непонятно какие-то следы чего-то вот неплохо в концовочке вот такая пружинка не очень высокотехнологично но и снижать смотрите у нее она отлично сжимается то есть низкого профиля можно считать ее ружинка низкого профиля она держит вот эту фильтрующую катушку по корпусе фильтра давайте посмотрим так как фильтр у нас маленький да мы посмотрим насколько они использовали пространство внутри корпуса то есть вот осталось дать чуть-чуть полезное пространство использована очень рационально вот что я хочу сказать по данному фильтру не знаю как у него тут со спортивным уклоном но фильтр на 5 каком смысле фильтрующим материалом такой жесткий плотный не рвется присутствует волокна клапан действительно очень хороший на пятерочку резьба нарезана чисто но был заусенец обреки производства вот в принципе все автоспорт ну я не заметил тут просто хороший фильтр хороший качественный фильтр но это все красные буквы теперь это уже маркетинг да действительно похоже я не знаю может я конечно грешу сейчас на бош но похоже что делает этот фильтр в японии все таки вик либо просто похожий фильтрующий материал похожие катушки все похоже у них просто вот так сделаем такой вывод всем спасибо за просмотр сейчас буду дербанить его до свидания